разрешите мне воспользоваться вашим популярным каналом сказать знаете о какой вещи вот наверное той которая сейчас где-то находится на периферии нашего рынка и нашего сознания я бы хотела поговорить хотела сказать там об опиратстве вот о том что мы хотим вот опять-таки по поводу инициативы с открытым письмом выйти вот потому что пиратство у нас приобрело такие масштабы которые уже реально влияют вот как раз таки на бизнес тех самых крупных компаний которые вы только что говорили вот очень четко отдаем себе отчет что наверное нам будет сложно вот как раз таки добиться какого-то понимания от со стороны государственных органов но мы все-таки хотим выйти с письмом рабочую группу создать вот потому что это уже ни в какие ворота не лезет пиратство в интернете да нет просто просто да то есть ты заходишь в телеграм и тебе там предлагают в качество а качество огонь мощный практически в первую же день предлагают твое кино за 390 тенге вот это вот практически после первого же дня там сливается все экранки куда туда куда ладно там еще youtube с youtube конечно можно подписать договор да они так открыто открыто честно работают как только это попадает на какие-то пиратские сайты как только попадается там на в контакт в одноклассники в системы яндекса в телеграм ты ничего не можешь с этим сделать абсолютно вот бесполезно там писать что-то там как-то поэтому мы хотим выйти с открытым письмом собрать подписи и в комитет национальной безопасности отправить в министерство информации отправить министерство культуры отправить да я понимаю что это будет такая опять-таки та самая работа в долгу потому что опять-таки об отсутствии у нас структур которые бы целенаправленно на основе на постоянной основе это делали если мы там допустим мы посмотрим на опыт той же самой россии там есть большая там на ib group правда там руководитель основатель сидит за гос измену вот но это самое с моей точки зрения справедливо вот но тем не менее она есть она есть и у меня был опыт работы с с этой компании и я видела что удалять это все реально отовсюду из какого-либо из какого-либо там сайт не сайт любое это все реально удалять все они это делали буквально там за полдня режиме бога видимо заходили да но поэтому поэтому я и говорю что он справедливо сидит вот поэтому у такой у нас структуры нет кто у нас занимается борьбой с пиратством чья это привилегия не даже не привилегий чья это прерогатива вот и да а деньги теряются абсолютно то есть там те же самые онлайн кинотеатры мы допустим любой сделки прям это отдельным пунктом идет что вы держите пожалуйста пиратку потому что пробивают даже и поэтому поэтому я понимаю что у нас наша работа общения с государством на этот на этот вопрос а вот вот в этой как раз таки сфере но без них никак вот будет очень медленно делаться потому что экономическая ситуация сейчас такая что из этой популярной еще древних древнеримских времен формулу успокоения любого социального конфликта хлеба и зрелищ остается только зрелище хлеб становится все дороже и дороже а вот но тем не менее вот мы эту работу будем вести предполагаемости вот потому что воспитание правовой культуры это как игра в долгу вот хотя и без этого тоже никак нельзя не но это круто потому что я думаю я знаете как у меня это обычно в таких случаях такой тест пройдет пять лет ну что мы скажем что мы сделали по этому поводу ну насколько это эффективно этот но ты можешь пять лет опять вернуться в настоящую точку и сделать что-то ну то есть попытаться максимум сделать чтобы вот с этим бороться чтобы условно опять там через два-три года никто не сказал почему раньше молчали ну там а что вы ничего не происходил вас интересовало интересовало вот да поэтому это еще раз это находится вот из всех проблем нашей киноиндустрии борьба с пиратством это где-то на 125 месте где-то там еще бы на периферии сейчас как бы ну на первый план выходят совершенно другие вещи но тем не менее крупные компании которые снимают кино сейчас продолжают снимать кино вот да и через там через несколько дней ты видишь тебе же самой предлагают это кино вот за 390 тенге и ты прекрасно понимаешь что конечно же люди купят конечно же люди не заплатят полторы тысячи тенге там или сколько в кино а купит вот за 390 вот и даже пускай будет там качество не очень не такое как в кино но все равно купит и посмотрит у нас кино сейчас давным-давно уже в скажем так в ранге видов досуга с каждым разом все опускается каждым новым поколением все опускается 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 на на ниже поэтому по по этой лестнице вниз то есть они не всегда однозначно выбирают досуг особенно молодое поколение именно поход в кино могут выбрать все что угодно сейчас энтертеймента очень много вот и они выберут кино но не обязательно в кинотеатра сейчас этого кино где угодно сколько хочешь вот и понятное дело что допустим проанализирует любой пиратский сайт даже просто с точки зрения там какая кто там рекламируется уже можно сделать какие-то выводы о том кому этот пиратский сайт принадлежит уже можно сделать там какую-то какую-то повести с ними работу на некоторых пиратских сайтах в таком хорошем качестве выходят фильмы что уже просто хочется написать да господи ты боже ну лицензируйтесь станьте еще одним онлайн каким-то кинотеатром то же самое практически вот давайте как бы будем это с вами будем на такой на открытой на честных коммерческих отношениях у вас такие рекламодатели для вас любые деньги будут вы потянете любой ценник вот но тем не менее как бы вот эту работу мы хотим начать как раз это будет инициатива снизу вот в СМИ хотим опубликовать письмо там отправить всем органам министерством которые с нашей точки точки зрения должны этим заниматься вполне вероятно что мы ошибаемся может быть они нам скажут что это не наше дело но тем не менее нету я да я тоже за то чтобы начать что-то делать делать насколько это возможно потом уже смотреть наше дело как это по но это и а но это и это и и и и